ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Тот скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкую, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучей по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уландскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенную плетью, которую он имеет обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы верно приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросенков, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал. Да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма, между тем, поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где не показывалось пятнышко, там звезды одна за другую пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестели. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко. Увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий хотя бы одел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Узенькая, беспрестанно вертевшая, если нюхавшая все, что не попадалась мордочка, оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонки, что если бы такие имел ересковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был настоящий, губернский, стряпчий в мундире. Потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды. Только разве по козлиной бороде, под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталось шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрине, побежит он без оглядки, поджавший хвост в свою берлогу. Между тем, черт крался потихоньку к месяцу и уже потянул было руку схватить его, но вдруг одернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногой и забежал с другой стороны. И снова отскочил, одернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец, поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее. В диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волосной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего, ни с того танцевал на небе и уверял с башбою в том все село. Но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело? А вот какая! Он знал, что богатый казак Чуб приглашен вьяком на кутью. Где будут голова, приехавший из архиерейской певческой родич Дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса, казак Свербегус и еще кое-кто. Где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем, его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец силачий детина хоть куда, который черту был противнее проповеди отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Лайко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. все миски, из которых диканские казаки хлебали борщ, были размалеваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых. И теперь еще можно найти в церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в котором изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках изгонявшего из ада злого духа. Испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем не попало. В то время, когда живописец струдился над эту картину и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему, толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ее картину. Но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора. И с той поры черт поклялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете. Ну и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый чуб ленив и не лег как на подъем. К дьяку же от избы не так близко. Дорога шла поза селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоянная на шафран, могла бы заманить чуба. Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу. Субтитры создавал DimaTorzok